Биография нашего героя с профессиональной точки зрения весьма многогранна. Инженер по образованию, он работал топ-менеджером в банке, в топливной сфере и, наконец, в медиабизнесе. Но все эти крупные должности не сделали его настолько известным, как хобби. Всю свою жизнь он обожал футбол и интеллектуальную игру «Что, где, когда». Напротив меня двукратный обладатель «Хрустальной совы» и погона лучший капитан клуба Алексей Блинов. Алексей, здравствуйте и большое спасибо за эту встречу. Добрый день. Ну, на самом деле, я думаю, что в большей степени это я должен вас поблагодарить, так же, как и телезрители, которые нашли время. Сейчас время очень такое серьезное, важное. Мне кажется, самое драгоценное из того, что у нас с вами есть. И мы больше всего ценим наше время. И если телезрители нашли время, чтобы посмотреть нашу программу, поучаствовать в нашем разговоре, то это им большая благодарность. Мне начать хотелось вот с чего. В одном из интервью вы рассказали о том, что где-то недостаток времени и внимания со стороны родителей компенсировался вот этим миром книг. А можете ли вы назвать топ-3, как мы это называем, да, книг, которые максимально повлияли на ваше взросление, да, на становление вашей личности? И вот второй вопрос вам сразу сходу. А спустя вот эти 30 лет, которые вы, в принципе, находитесь в этом пространстве масс-медиа, остается еще та живая любовь к чтению книг? Ну, вы знаете, я думаю, что начну, наверное, с последнего вопроса, да, как бы так и начнем, что мне кажется, что человек, который вырос в библиотеке, ну, а так получилось, что когда мама была в школе, а я сидел в школьной библиотеке, тот, кто вырос среди книг, кто знает вот это тактильное ощущение перелистываемых страниц, кто любит облак... Запах, безусловно. Знаете, мы бы это назвали, наверное, книжной пылью, да, но вот этот книжный запах, он, я думаю, что без книг уже жить никогда не сможет, поэтому я читаю книги, я не могу читать в электронном виде, не понимаю, и для меня нет ощущения передачи информации, когда она происходит с листа, это я понимаю, когда с экрана... Вы знаете, я привык, ну, вот на компьютере работать с документами, я могу прочитать, могу написать, могу что-то корректировать, править, но при этом ощущение, что я попадаю вот в мир событий, которые происходят, у меня такого нет, а если я читаю там, скажем, Джером Клапка, Джером, трое в лодке не читая собаки, то я вместе с всеми путешественниками нахожусь в лодке, да, я вот как бы участник всех событий, которые происходят, и для меня очень важно, чтобы была именно сама книга, чтобы были эти страницы, ну, вот это вот я так вырос. То, что касается топ-3, я бы не стал определять, мне кажется, что это вот глубокое заблуждение, очень часто любят спрашивать, скажите, пожалуйста, одну единственную книгу, которая перевернула вашу жизнь, не может такого быть, если бы была бы панацея, одна единственная таблетка, которая могла бы вылечить нас от всех болезней, если была бы одна или три книги, которые вы можете прочитать, и они после этого перевернули вашу жизнь или определили, ну, наверное, мы бы об этом уже знали. А во-вторых, и прекрасна наша жизнь именно тем, что у нас великое разнообразие, и мы постоянно в каждый момент времени, в каждый момент своей жизни, в каждый этап своей жизни мы выбираем какие-то очень важные для нас. Вот они в каждый конкретный момент, в каждый этап жизни, и не одна, и не три, может быть, пять-десять, а может быть, и одна книга, те, которые определяют и заставляют тебя жить, придуматься, оценивать, взвешивать. А от себя, знаете, как детская такая, стишок, читайте, 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 друзья, без книги хорошей прожить вам нельзя. Книга должна быть всегда. Разные, одни, сменяя друг друга, перечитывая заново, открывая что-то новое. Но вот трогайте информацию, через книгу, она через страницы, через бумагу по-другому будет вами восприниматься. И цените саму книгу как таковой, как объект. О своей известности вы рассказывали и говорили о том, что почувствовали ее, минуту славы, не в момент, когда побеждали, а как раз в момент, когда на кону была вся жизнь. Да, когда мы проиграем. А это у каждого бывает по-разному, на самом деле, очень интересно. Мы попали на программу «Минут славы» на Первом канале, и так получилось, что они там стендап короткий записывали, все выходили и говорили, я стал знаменитым, когда порвал там пасть тигру, я стал знаменитым, когда остановил там вагонетку на полном ходу. А я понимаю, что в моей жизни ничего такого сверхъестественного не происходило. Коня на ходу я на скаку не останавливал, в горящую избу не входил, да и как-то таких событий, ну, к счастью, не было. Как же вот так получилось, что ты стал известным и попытался для себя вспомнить вот тот момент, то ощущение, когда ты из безвестности вдруг попадаешь в зону, когда на тебя обращают внимание, ты становишься интересен. И вот, по большому счету, это как раз то событие, когда мы проиграли свое бессмертие, мы проиграли свои красные пиджаки, и когда здесь же не в пиджаках дело и не в проигрыше, а в желании и возможности поставить свое бессмертие ради своих друзей. Здесь же выбор был только в этом. Ты мог совершенно спокойно сказать, что не-не-не, ребята, это мое, я для себя, все остальные свободны. Мы сохранили команду, мы боролись за ребят, боролись друг за друга, и мы, по сути дела, остались коллективом. Это и привлекло внимание, потому что вот это ощущение выбора и поведения. Там несколько секунд, которые, знаете, несколько секунд, которые потрясли мир, и которые потрясли зрителей. Я сам смотрю, и момент принятия решения, он же просто как вспышка. Раз, и ты содрал с себя. Да, я сделал этот шаг. Ну, это да, это вот такое. Для меня важно, и я очень ценю, что, наверное, кто-то потом в жизни, в каких-то определенных жизненных ситуациях просто для себя проводил параллель и думал, вот смотри, а тогда же Блинов в пиджак себя снял, он же сделал этот шаг, и я тоже это сделаю. Ситуаций, в которых вы были как раз тем самым громоотводом, было много. Но была ли одна та самая ситуация, когда реально готов был уже сдаться? Были ситуации, были провокации. Но все дело в том, что мы всегда, и с Владимиром Яковлевичем Ворошиловым, мы же не дружны. Мы же были по разную сторону баррикад. И у нас было взаимное уважение. Мы уважали друг друга как соперников и противников. Было событие, которое, и не могу его оценить, что вот-вот сдаться. Было вот после того, как мы проиграли, когда произошла вот эта та самая пресловутая игра на бессмертие, мы проиграли бессмертие, а потом сыграли матч и реванш. И в этот момент я сказал себе, что все, я больше играть не буду. Я не буду играть. Я уже наелся эмоциями, и дальше я больше в этой игре, в этой ситуации быть не хочу. И опять же, гений Ворошилов, который спровоцировал меня на то, чтобы я вернулся в игру. Потому что было сказано, да, Алексей, уходи. Но вместе с тобой уйдет и вся команда, для которых круг общения, для которых клуб, для которых известность, слава, любовь, возможность поиграть, это все, они уйдут отсюда навсегда. Я ни одного из них никогда в жизни больше не пущу в зал. Ну, потому что если уходишь ты, уходит вся эпоха, уходит вся команда. Вот ты принимай решение, у тебя там полчаса, выйди, покури, и потом придешь и дашь ответ. И тогда, ну вот я не знаю, сложно мне сказать, да, в слабину. Сказал, что да, ну, ребята должны играть, я не должен определять их, я не могу определять их судьбу, я не могу определять их жизнь, и я вернулся в игру. А возможно, надо было как раз тогда остановиться. А может быть, не надо было. Потому что была еще одна ситуация, когда то же самое, я уже уходил из игры, и был вернул, вынужден вернуться. И была ситуация, когда ушел, и потом вернулся. И сейчас я ушел, не играю. Но где-то внутри иногда раздается маленький колокольчик. А если завтра в поход? А готов ли ты сесть за игровой стол? У меня нет готового ответа. Внутренне логика говорит, все, ты пенсионер. Тебе играть больше не надо. Там играют молодые. Ну, потом что-то там внутри такой, такой резонанс какой-то. Но ведь 45 лет, из которых ты 35 вместе с игрой. Ну, это же много, это все. А может быть, надо тряхнуть стариной? Может быть, надо вот показать, как оно все? Может быть, надо сесть за стол? А ответа нет. Был эпизод, я думаю, что вы знаете, о чем я говорю, когда вы в эфире не постеснялись своему уже бывшему другу сказать в лицо все, что вы о нем думаете? Кто-то вам руку пожал. Но в основном, как показывает история, да, вы стали не рукопожатным человеком после этого. Это было какое-то эмоциональное решение или взвешенный поступок? Вы знаете, я думаю, что все, что происходит в игре, взвешенным вообще назвать очень сложно. Потому что ты живешь в нити, в ткани, в эмоции игры. И это эмоция того положения, потому что я очень неконфликтный человек. И реально вот в здравом уме и трезвой памяти я бы никогда в жизни такого бы поступка не совершил. Это просто чисто игровая ситуация. Вот так, как она сложилась, так, как происходило. Это такой выплеск энергии того, что есть. Вы сожалеете о ней? Ну, вы знаете, я, честно говоря, никогда не жалею о том, что произошло, потому что это произошло. Я же календарь-то не переверну, обратно страницу-то не вставлю. И не переживу ее заново. И это сделано бы. Если в тот момент я считал, что так нужно было сделать, значит, так было и нужно. Да, этого определило во многом. Это отрезало мне дорогу на телевидении. Потому что, к сожалению, друзья, которые наиболее активную позицию занимают, они на передовых позициях. И, соответственно, те, кто отзываются о них негативно, они, как правило, не попадают больше на программу. Ну, вот таким образом. Да, я на тот момент был капитаном спонсорской команды. Но моя судьба решилась. Ну, значит, так и нужно. И поведение коллег, я до сих пор считаю, что так вести себя нельзя. Я могу вам рассказать логику о том, что ради игры игроки делают все, что угодно. Каждый поступает по-своему. У каждого есть свои жизненные устои и жизненные цели. Я считаю, что не бывает такого, чтобы цель оправдывает средства. Цель – это здорово, но какими путями это достигается, я всегда придерживался другой практики. Поэтому я себя в той ситуации до сего момента полностью поддерживаю. Ваш переход в медиабизнес, возможно, для кого-то был не сильно ожидаемым. А вот переход в клуб, в футбольный клуб «Зенит», он стал уже довольно-таки закономерным. Потому что вы всю свою жизнь обожаете эту родную питерскую команду. Поучаствовать в ее судьбе – это стало каким-то подарком судьбы. Вы, оглядываясь назад на тот период работы в футбольном клубе «Зенит», что главное вынесли оттуда? Самое ценное. Что надо ценить те моменты, которые тебе дает жизнь, когда ты можешь заниматься тем, что тебе нравится. И у тебя появляется уникальная, просто уникальная возможность, когда твое любимое дело, твое хобби, твоя профессия совпадают. Вот я уверен, что для многих людей это вот такое соединение не происходит. И мне вот кажется, что я счастливый человек от того, что у меня это было. Это пять блестящих, отличных, замечательных, лучших лет. Это когда нет грани между работой и жизнью. Ты вот постоянно находишься вот в поле. Ты постоянно в драйве. Тебе все доставляет удовольствие. Даже самые сложные вопросы. Журналисты въедливые, которые пытаются там что-то там подкусить. Кто-то пытается спровоцировать. И эта борьба вместе с ними, и фанаты, которые что-то где-то делают. Все равно это удовольствие от того, что ты живешь вот в этой среде. Что ты являешься ее частью. Что на самом деле на лацкане пиджака у тебя есть стрелка. И ты являешься частью команды. Это вот очень здорово. Вы знаете, это просто непередаваемые эмоции, непередаваемые ощущения. А радость, когда ты еще становишься победителем. Когда мечта, которая у тебя была с 1984 года. Вдруг ты становишься в седьмом. 23 года спустя вы становитесь чемпионами страны. И ты к этому приложил усилия. Ты вместе с ребятами был. Ну, это просто неповторимая эмоция. Поэтому я хотел бы пожелать всем, кто нас видит и слышит о том, чтобы вам повезло. Чтобы у вас хотя бы на короткий промежуток времени совпали увлечение, любовь, желание и работа. Вот тогда вы просто почувствуете необычайный драйв. И это запомнится на всю оставшуюся жизнь. Вы там отвечали за работу с фанатским сектором. Я там и за пиар, и с фанатами мы работали. Вы знаете, у меня такое впечатление, что я абсолютно точно могу сказать, что я не бегал по полю, не забивал мячи и не занимался медицинским содержанием команды. А все остальное волей и неволей все равно приходилось что-то помогать. Где-то ты помогал администратору что-то с формы делать. Ты же такая вот там... Психологом наверняка личным работали, да? Ну, вы знаете, это очень сложно сказать. Хотя с ребятами, со многими мы общались достаточно много, искренне и подробно. Они скорее меня относили к категории... Ну, вот я все-таки был старше, тем более был телевизионный бэкграунд. И для них такое как гору. А вы что скажете? Ну, вот какая-то реакция. Они иногда, если возникала какая-то такая сложный момент, и очень было непонятно, как себя вести, они так приглядывались. Как же ты поведешь? Как ты отреагируешь на ситуацию? Вопрос к знатоку, да? Из всех ваших широкого спектра, ваших мероприятий, и в частности благотворительных, какое было самым запоминающимся? Возможно, не самым простым. А из благотворительных мероприятий, вы знаете, наверное, самое большое запомнилось, это мы вместе с ребятами, с фанатским сектором. Сектор 10 групп, у нас есть такая фанатская группировка в Питере. Мы ездили в Лугу, просто в детский дом. Самый обычный, очень такой непритязательный детский дом. И вместе с ребятишками гоняли футбольный мяч, проводили викторину, вспоминали историю Зенита, рисовали плакаты, потом фотографировали в зенитовских шарфах. То есть, вот мы когда просто с ними вместе жили, общались, и вот это очень здорово, и мне понравилось, что это именно идея фанатов была. То есть, как-то периодически хотелось тебе что-то такое предложить, и ты что-то мог сделать. А здесь это именно ребята, которые сами придумали, сами нашли детский дом, и они просто сказали, что Алексей, поедешь с нами? И мы вот взяли и поехали вместе. Очень здорово, и очень такой эмоциональный. А главное, лишенные абсолютно официального налета. Это вот совсем по-другому вообще. И ты понимаешь, что ребята и девчонки, которые там живут, им тяжело. Они реально лишены родительской опеки и тепла. Ты вот приехал, и для них это событие в жизни. Вот у них теплинка какая-то появилась такая. Они вот чуть-чуть оттаивают в виде тебя. Это, конечно, здорово. Алексей, ну вы, как никто другой, знаете игроков изнутри. У них есть определенный имидж на экране, на поле. Кто из них, возможно, вас как-то действительно удивил, кто проявился именно в этой благотворительной сфере? Мы ведь, вот мы, да, зрители, не знаем, где-то не понимаем. У них это часть обязаловки? Или они действительно с открытым сердцем отзываются на какие-то благотворительные акции? Ну вы знаете, я на самом деле за всех, наверное, не отвечу. Я могу сказать только, что ребята, которые ездили вместе со мной, они все делали это всегда искренне. И я не видел фальши нигде. Ну и если там Андрею Аршавину было интересно поехать в собственную школу, в которую он учился, и лишний раз директору школы доказать о том, что я все-таки, несмотря на твои двойки, стал знаменитым, я все-таки доказал, что я могу. То мы ездили там с Аней Горшковым или с Костей Зверяновым. Это люди, которые очень трепетно относятся к детям, они вот очень жалели. А Толик Тимощук, он любил возиться. Вот для него просто вот там вместе с мечом тот же вот что-то такое. Это для них живое. Они отдавали свои искренние эмоции, свое тепло именно с этими ребятами. Поэтому я никогда в жизни не скажу, что кто-то из них приехал ради того, чтобы сфотографироваться на обложке и сказать, что я принял участие в благотворительной акции. Нет, это люди делали абсолютно точно, искренне. А во-вторых, я, если честно, сам, я же не актер. У меня нет возможности взять и сделать другое лицо. Я не умею играть. И со мной все, кто ездит, ровно точно так же. Либо едем, либо не едем. Ты приехал к детям, у тебя нет права на фальшь. Если ты их не любишь, они тебе не нравятся, они сразу это видят, и они отходят от тебя, они к тебе не подойдут. Ты ничего не сможешь сделать. Мы на самом деле сделали и придумали замечательную акцию. Дед Мороз, Зенитовский, который ездил по детдомам, до сих пор еще ездят. Они, ребята, продолжается. Вот видно, что по ребятам они даже в проект, как правило, стремится попасть. Много людей, все хотят поехать, посмотреть. И дети оценивают, и сразу видно, как они относятся к тем, кто приехал. Кто их не любит, кто не искренен. Они обходят вокруг, они не подходят. Они чувствуют вот эту ответную реакцию, это поле, которое есть, и они к этим людям не подходят. Поэтому здесь никакой двуличности быть не может. Только искренне. Не так давно была скандальная история, которая затронула двух молодых футболистов, Кокорина и Мамаева. Один замечательный журналист когда-то мне сказал, что человек может не сходить с ума, но сойти с души. Вот то, что тогда произошло, где-то отражает эту идею. Как вы считаете, вот эта мера пресечения, она действительно как-то повлияет на этих ребят? Или есть другие, более действенные меры взывания к совести? Вы знаете, я думаю, что на самом деле, наверное, речь идет здесь не о том, что произошло, и не о том, какая будет ответная реакция. Речь идет о том, что вы все время возвращаетесь к футболу, и не трогайте, что у футбола должно быть будущее. Что изначально этот опыт, который произошел, или ситуация, это прежде всего опыт для тех ребят, которые сейчас будут приходить на место, которые будут становиться звездами. И мне кажется, что это самое важное, что в перестройке, в формировании современного футбола, в формировании современного футболиста, то, что сегодняшнее упускается. Нельзя сойти с души и ее изменить. Она либо есть, либо нет. Она осталась где-то далеко. Маленького парня взяли в футбольную школу, за него стирают, моют, его возят. Он абсолютно не приспособлен в жизни. Потом загнанный агентами, вздутыми зарплатами, он вдруг становится обладателем каких-то нечеловеческих денежных ресурсов, стоимость которых реально он не понимает. Он не понимает, как в этой жизни себя ощущать. А потом кто-то ему где-то, и опять же, эта среда, в которой живут, говорит, что границы расширились. Что вообще границы приличного существовали, но для них они давным-давно уже раздвинуты. И, соответственно, можно парковаться где угодно, можно ездить как угодно, можно ездить пьяным и трезвым, можно бить по лицу любого другого, можно оскорблять, можно вести себя как я захочу. Это говорит о том, что где-то в глубоком детстве вот те ориентиры, которые были в футбольной школе, их не додали. Их загнали отрабатывать удар на футбольное поле, но при этом внутри, в душе, вот в воспитании не оставили основные реперные понятия, что такое хорошо и что такое плохо. Кроха сын пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Не было. Он был в футбольной школе, тренер, еще кто-то должен ему об этом сказать. Это и есть реформа нашего футбола. Чтобы внутри у каждого футболиста были четкие градации, что хорошо, а что плохо. И деньги, рассказ о том, что деньги снесли крышу, они никому не снесут. Если у тебя есть устои, если у тебя есть вот эти нравственные границы, ты будешь всегда их придерживаться. Они никуда не денутся. Их нельзя купить за деньги, их продать нельзя. Они у тебя должны быть. И вот реформа футбола зависит от того, что всем детям, всем ребятишкам, всем в футбольных школах надо рассказывать еще и об этом. Не о голах, очках, секундах, а о том, как себя вести. И что такое в жизни хорошо, и что такое плохо. Алексей, в вашей биографии также был эпизод, когда в 2016 году вы с Андреем Козловым отправились в Сирию и там устраивали для военнослужащих интеллектуальные игры. Чья это была идея? Как она возникла? И что вам дала та поездка? Ну, вы знаете, на самом деле идея это была Антона Губанкова. Он управлял культурой в Министерстве обороны. Мы с ним давние друзья и приятели были. Он, к сожалению, погиб в самолете, который разбился в Сочи при вылете в Сирию. Шла программа. Ну, мне сперва об этом рассказал Денис Майданов. Как раз один из первых летал. Рассказывал свои эмоции, впечатления, как ребята его встречали. Но мне тоже было интересно. Я Антона спросил, как это происходит. Он говорит, так давайте вот вы тоже там ребята с радостью поиграют. Интеллектуальные игры офицерам будут любопытны. Ну, он предложил, Андрею позвонил. Говорю, Андрюха, полетишь со мной вместе? Да, полетели. Так вот все и получилось. Ничего такого, сверхъестественного. Просто было и любопытно, было и интересно. А на самом деле очень хотелось, конечно, я понимаю, что ребятам тяжело, что действительно в боевой ситуации живется не так просто. Есть еще какая-то внутренняя психологическая усталость. Ее хотелось каким-то образом, может быть, ребятам помочь немножко разрядиться. И очень здорово, что получилось. Вот так, я по военной специальности тыловой офицер, и поэтому у нас же есть еще военные специальности у всех. И так получилось, что в финальной игре сошлась команда медиков, это медицинской части, и команда тыловиков. Я говорю, я не могу принципиально быть вот здесь принципиально в игре, потому что, ну, тыловики, вы мои, я буду явно за вам подыгрывать. Поэтому Андрей Козлов как раз там все проводил. Я в данном случае уже в финальной игре там все болел, поддерживал их. Ну, вот как-то мы так, не знаю, очень здорово, очень отлично. Мне очень понравилось именно само общение. Открытость людей такая, и желание, нацеленность на победу, на результат, на умение взаимодействовать в команде. Хотя для них мы понимаем, что их выдернули при решении боевых задач, они вдруг сели отвечать на вопросы, что где, когда. И тем не менее, они это делали не менее профессионально, интересно, грамотно и здорово, чем они решали свои основные боевые задачи. Вот это желание откликаться на какую-то помощь и помогать, чем можешь, да, и где можешь, оно у вас как-то с детства было или со временем пришло? Ну, знаете, у меня мама была такая, мы всегда так жили, я не знаю, мне никто этого не рассказывал, мы просто так жили и делали так всегда, да, мы там помогали всем, чем можем, как можем. Я даже не знаю, это помощью не является, это просто, ну, это вот жизнь такая. Ну, как раз участие, знаете, в жизни такого человека, это всегда. Мне вот сложно определить, потому что, когда я там куда-то должен вам сказать, вы знаете, я сейчас пойду сделаю доброе дело, я их не делаю, они просто, вот, они меня окружают и я в них живу и мне вот так, я по-другому просто не представляю, как это может быть. Если бы можно было выбрать что-то одно из вашей жизни, да, за что больше всего вы могли бы сегодня благодарить Бога? За то, что я живу. За то, что есть жизнь и я вот живу. Я действительно считаю, что это вот подаренное Господом, то, что у тебя есть, это жизнь. Ну, а дальше уж, как мы ее проживем. Я желаю вам найти все ответы на свои вопросы. Спасибо вам огромное за участие в этой программе. Спасибо. Продолжайте то, что вы делаете. Несите умные мысли в эти молодые головы. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok